Сегодня я хочу рассказать один из кейсов, в котором мы делали про Боно, помочь нашей пациентке справиться с козематической проблемой. Как вы видите, что у нее находятся большие бандинги на 8-9 зубах, вы видите, что большая диастема, и предыдущий врач старался, может, лет 30 назад, постарался закрыть диастему бандингами, но опять же пациентка не была довольна, и финансово она не могла справиться, чтобы сделать себе нормальную косметику. Поэтому наш офис сделал это на себя, и мы попробовали сделать минимально инвазивную процедуру маленького орта для этого пациента, и чтобы мы могли достичь нормального эстетического результата. Хочу вам показать, как мы подошли к этому вопросу, какой и какие этапы мы это было сделано, и как все это произошло. Посмотрев, опять же, на эту картину, вы видите положение зубов по сравнению к нижней губе, опять же, к лицу. Мы должны были полностью информацию для этого пациента, для того, чтобы мы знали точно, и как нам это сделать, правильный дизайн, для того, чтобы, опять же, было более минимально инвазивно и быстро сделано для этой пациентки. Мы видим то же самое здесь, что у нее большая диастома, что у нее размеры зубов не соответствуют ее челюсти. Мы видим также, что у нее есть впадины на зубах, особенно номер 10, и это мы должны учитываться на будущем для протезирования. Наш план будет поставить зубы в правильном положении, чтобы с минимальной, опять же, препаровкой мы могли достичь правильный результат. 7 и 10 зубы, то есть латеральные резцы, не будут препарированы. Это будет Non-Prep Veneers, Laminate, где мы просто поставим их в то положение, которое нам нужно, для того, чтобы, опять же, была сделана правильная реставрация. В данном случае вы видите, что положение десны, где находится. Как и в предыдущих видео, я говорил, что зубы 6, 8, 9 и 11 должны находиться в правильном положении, в одинаковом положении. 7 и 10 латеральные резцы должны находиться пол или 1 мм ниже. Как видим, что у нас есть большая диспропорция, где десна находится, и поэтому мы будем делать маленькую Craminal Lansing Procedure, где мы будем удлинять коронки на некоторых зубах, для того, чтобы эстетически это было выглядело правильно. В данном положении мы… в следующем вы увидите, что есть такие, называется Tag Teeth, где это простые липучки, которые продаются за 17 долларов. вы можете, чтобы была правильная коммуникация между вами и пациентом, вы можете наложить это наверх пациента зубов. Так, и чтобы не отдавать пока технику, так VaxApp на дизайн. Вы можете показать пациенту, как это будет выглядеть, для того, чтобы у вас была правильная коммуникация между вами и пациентами. Когда пациент, опять же, может посмотреть, как это будет выглядеть, для него будет это конвейенс, для того, чтобы она могла или он мог пойти на эстетическую процедуру. На следующем, в картинке вы видите, как это выглядит вообще во рту. Чем хороша эта система, опять же говорю, что это вы экономите время на слепки для того, чтобы отправить это все в лабораторию, вернуться обратно. А так пациент это видит сразу же наглядно. Другое, что, когда вы можете использовать это, вы можете использовать это, когда у пациента есть открытый прикус, и вы хотите знать, где нужно поставить правильно зубы по отношению к лицу. Когда вы поставите, опять же, эти зубы по отношению к лицу правильно, вы можете снять FaceBow и отправить это все в лабораторию. То есть, этот темплейт будет для вас reference point и для вашего техника, где вам сделают дизайн зубов, где они должны находиться. В данном случае, когда вы сделаете дизайн, так вы можете то же самое отправлять и к своему ортодонту, если вы хотите отправить этого пациента к ортодонту, для того, чтобы он знал или она знала, куда поставить зубы по отношению к где вы будете делать final restorations. Так, чтобы у вас была правильная коммуникация, и пациент у вас не ходил между офисами, и где у вас занимало меньше времени и лучший outcome. На этой картинке вы видите, как было действительно сделано VaxUp на четырех зубах. Будем работать на четырех зубах тока. Значит, но здесь не было предусмотрено, где будет делать crown lens link. В данном случае вы видите, что вы можете, опять же, взять у вашего локального ортодонта простой wire, который он использует для своего ортодонтического лечения, взять немножко пружинки, так, бракета всего четыре, так и использовать на вашем пациенте. Это очень легко делается. Значит, видите, мы поставили все, как это было изложено. Опять же, можете проконсультироваться с ортодонтом, как вам это легко сделать. Или он может сам сделать немножко бесплатно, для того, чтобы помочь вам и вашему пациенту. Значит, пациент прошел через неделю, вы видите, что зубы сомкнулись. Мы также видим, что положение зубов немножко неправильное, и мы попробуем стараться это все выпрямить. Значит, на другой картинке вы видите, что даже флосс не может пройти между зубами, что настолько они плотно прилеглены. Что мы берем в следующем? Мы берем простой компазитный бор, где мы делаем простой, значит, убираем эти компазитные бандинги, для того, чтобы мы сделали space и подвинулись зубы в том положении, в котором нам это нужно. Значит, опять же, пациент пришел, видите, где-то через 2-3 недели мы достигли того уровня, где должны мы находиться. Это все. Вы видите, что положение зубов, где находится 7-10, видите, что щели здесь одинаковые, нормальные. Так, и последующим мы просто уберем бантики с передних зубов и можем делать реставрацию в хорошем положении. Опять же, хочу уточнить, что видите, где находится 7-10, это дает нам делать реставрацию без препарирования. На этом видео вы видите, вы будете видеть, как я делаю crown lengthening на этой процедуре, по пациентке. Видите, что я измеряю, где находится кость, так, с помощью Hue 3D инструмент, где отмечаю, что где находится bone level. И также смотрю на состояние дисны, тонкая или толстая она. Опять же, смотрю по line angles, где находится кость с двух сторон, эти на 7-10 зубов, где мне отрезать, значит, дисну по сравнению с точки зрения косметики. И в последующем вы увидите инструмент, который я буду использовать для того, чтобы сделать, убрать кость и восстановить биологическую ширину на этих зубах. Вы видите, что пациентка все еще носит эти же брейсы. Мы берем, скальпим и делаем internal bevel, который используется в этом случае. Так, значит, что мы обычно делали, я брал floss, так, и измерял, опять же, значит, где находятся наши, как это, десны. И с помощью давления на дисну она оставляла трейсы, где находится, где мне нужно будет поставить, где мне порезать эту дисну. Как видите, что мы используем 15C blade, так, значит, мы убрали десну, сейчас я делаю немножко маленький carving для того, чтобы, опять же, поставить десну в то же положение. В последующем вы также увидите, что я начинаю это же делать и с другой стороны, номер 10, где, опять же, я уберу дополнительную, это десну, которую, скажем, мы должны убрать, и, опять же, буду использовать Huefreedy инструмент, для того, чтобы использовать, где находится моя кость и насколько мне нужно ее убрать. Опять же, вы видите, что, как я держу, значит, скальпель, я стараюсь брать скальпель, чтобы у меня был скальпель-держатель, чтобы он был круглый, чтобы мне было удобнее резать, значит, при хирургических совмешательствах, которые я делаю на своих пациентах. Опять же, видите, положение дисне, сколько я убираю, так, и мы смотрим то же самое, чтобы, как это будет выглядеть с точки зрения косметики. Вот так же, видите, что у нас есть доиастомы, что между латеральным листом и соседними зубами, это дает нам в последующем сделать правильную простетику, что нам не нужно точить интерпроксималы для того, чтобы оставить нашу простетическую простетику. Значит, как вы видите, опять же, смотрю на положение дисне, доволен я с точки зрения косметики, и, опять же, проверяю, опять же, значит, где находится у меня кость. Я вижу, что, значит, у меня при листном где-то есть полтора миллиметра, и мне нужно от полтора миллиметра убрать кости у этого пациента. Опять же, вы можете это очень спокойно сделать в своем офисе, это очень легко делается. Вы должны взять Chisel, компания называется Stoma, или можете это же самое купить у Hugh Freedy. Опять же, инструмент называется Stoma. Там есть такое деление, где 3 миллиметра, что вам даст, вот сейчас видите на экране, где вы можете спокойно убрать кость, не поднимая дисну. Вы видите мои движения, этот инструмент, опять же, очень хороший и острый. И, опять же, видите, где держу, значит, мой палец для того, чтобы придерживать этот инструмент на том же месте, где он находит, что от accidentally slipping у пациента во рту. Опять же, видите движение, которое я просто ломаю кость, убираю ее, вы видите, вот кусочки кости выходят через дисну, так. И мы потом в последующем, опять же, проверим расстояние дисны и кости данного пациента. Опять же, я смотрю, чтобы от line-angle до другого line-angle была убрана, была кость, чтобы это было, не было relapse этой же дисны, так, после того, как мы сделали эту операцию. И, чтобы у нас была биологическая ширина в нормальном состоянии, видите, что мы достигли 3 мм, так, как видите, чтобы полтора мм кости было убрано. Опять же, вы должны учитывать, чтобы при делании этой операции, чтобы CEJ не был открыт, и чтобы пациент не чувствовал чувствительность на этих зубах. Теперь то же самое я делаю и на другом зубе, номер 10. Опять же, я использую этот же чизл. Это занимает всего несколько минут, для того, чтобы достичь правильного результата. Опять же, я иду от line-angle до line-angle. Посмотрите, что я не иду интер-паксимум, для того, чтобы попила, у меня осталось в том же положении, и чтобы у пациента не было черных треугольников между нашими реставрацией, которые мы будем делать. Это очень легкая процедура, безболезненная процедура, так, для пациента, немножко чувствуете, немножко sore. Опять же, проверяем здесь, чтобы было 3 мм. Видите, вот очень легко. Две crown-lensing, которые вы можете просто чарджить у своего пациента, так, как дополнительный ваш доход в вашем офисе. Видите, легко и очень хорошо это делается. Опять же, вы видите, что я теперь беру ковитрон, для того, чтобы сделать края, которые были использованы с помощью чизла, чтобы немножко они были гладкими. Так, видите, я использую простой ковитрон, который вы можете, опять же, использовать в своем офисе, так, с двух сторон, для того, чтобы, опять же, убрать те неровности, которые возникли на кости. Опять, видите, пациент, простая local and stage, которая была сделана, и пациент хочет сделать талируцию очень хорошо. Вы видите, что здесь, на этом кадре, что после crown-lensing, что произошло. Так, это final picture. Так, и пациент приходит на следующий раз, и это через 2-3 недели. Так, где все зажило, мы убрали bounding, опять же, с помощью micro-abridge мы убрали всю residue, которая была поставлена на эти передние зубы. Вы видите положение Disney, как она зажила очень красиво, положение зубов. Опять же, мы теперь берем слепок и отправляем это все в лабораторию для того, чтобы достичь правильного эстетического результата. Здесь вы видите, неделю после того, как мы зацемитировали 4 laminate, так, пациентка довольна, мы довольны, так, и мы достигли того эстетического уровня, который вы могли это сделать. Опять же, если у вас есть какая-то информация, которую хотите спросить у меня, вы можете послать мне по e-mail markgregorydds.yahoo.com или можете зайти на наш веб-сайт forcehillsdatal.com для большей информации. Спасибо большое.